Приветствую вас, братья-космодесантники, с вами Командор Атомный и братство Волкатузика. Карл Маркс двигается дальше, чтобы просветить весь мир в основе своего великого труда, капитал. Капитал, капитал. В левой руке Сникерс, в правой руке Маркс. Мой... в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер, Карл Маркс. Вот так вот. Вы думали, кто? Что, кто-то там такой себе? Нет, Карл Маркс. Сам Карл Маркс, сам. Ну, может, еще с другом, конечно, мог бы быть. Но не, он сам. Так. Ну, думается, все-таки надо будет начинать сначала. Нормально. Ну, нормально. Карл Маркс хорошо пошел. Ребята появились в странной позиции, но ничего. Кому сейчас легко. Все больше и больше этих Некрона. Так, а вот мне нужно-то... Какое-то оружие. Потому что вот это все фигня. Кстати, бензопила тоже фигня. В этих условиях. О, ну, это все равно хорошо. Это все равно хорошо. Минус усилия. Одно плохо, что... Ретардус очень мало здоровья. Ему очень легко помереть. Я бы не хотел, кстати, ускорения давайте. А то они так будут... Они все равно будут ходить очень долго. Прямо очень и очень долго. Но, тем не менее. Так, давай я пока сюда. Все равно там еще долго ждать. Пока придут в себя. Пока решат, что... Неплохо было бы. Подвигаться. Отлично. Ну, понятно, что Карл Маркс этого боя не переживет. Очевидно. И этот контейнер пуст. Да что ты будешь делать? Где же подарки наши? Где подарки правильным космодесантникам? Так, ну брони мне уже не будет хватать. Ну, тут можно только так. Подбежать сюда, к краю. И упрыгнуть. За горизонт. Все. Вперед пусть идут. Неуклюже. Не кроны. По трупам. Да, наверное так. Правильно. Эх, хорошую бы скидочку. В стиме. Ого, достает даже так. Вот это дает. То есть там только в самый угол нужно забиться, чтобы не могли достать уже. Я понял. Броня какая-то есть. Это чуть-чуть лучше. Долбанные снайперы. А на самом деле беспокоят эти снайперы. По правде говоря. Так, ну. Это мне бесполезно, если честно. Вот так вот. Угу. Сейчас начнется самый веселый. Только я спровоцирую командира ихнего. Начнется самая веселая часть. Знаете, чем она весела? Тем, что там ничего веселого. Нужно провоцировать его, чтобы он вышел туда, куда надо. Я думал, чтобы переначать и заново загрузиться. Но Маркс очень хорошо прошел. Поэтому я думаю, давай-ка я попробую пока так. Не получится, то тогда еще раз попробуем. Ой, видели, как я готовлюсь. Так, прыжок. И этот контейнер пуст. Да ты что? Что ж ты будешь делать? Ну, осталось последние два. Так, прям возле Маркса ботики появились. Это плохо. Угу. Угу. Как далеко попадет? Угу. Ну, это не очень-то далеко. Хорошо, давай сюда. Минус усилие. Вот. И снайперки, пожалуйста. Отличное попадание. И отбегаем. Ничего не было. Никто ничего не видел. Комарик укусил. Просто укусил комарик. И только. Да, да, да. Удивительно, что у терминатора нету телепортации у Маркса. Я не представляю, как эту миссию проходить снайпером. Я бы очень хотел бы пройти именно за снайпером. Но дело в том, что последнюю миссию он вообще не затащит. Ну, никак. Он просто не сможет. Даже если захочет. А уж тем более со стартовой колодой и тем, что может получиться во время первого прохождения. Полного. Потому что я буду проходить уже не андроидовскую версию, а стимовскую ПК-версию. Опа! Привет! Привет! Чувак. Мы ждали тебя. Жив, да? Бабахнуть не может? По-моему, не может. Снизу есть кто-то. Никого нету. Сверху. Тоже. Ну, что тут менять? Только вооружение. Зато на нее отвлекутся сейчас. И хорошо, что они не впритык валят. Это очень прямо помогает. Ну, что тут? Плюс три. Стоит пока. Ну, нормально. Кстати, тузикуса до сих пор нету почему-то. Почему-то нету тузикуса. Как так? Ну, с этим все равно далеко не прыгнешь. Чат-ботики. Сколько их штук? Просто море. Море чат-ботиков. Я не представляю, как без попадания на острова вообще здесь побеждать. Вот эти искусственные возрушения. Так. Мимо снайпер, отлично. Ага. А что они там будут делать? Куда он пошел? Нет, это не тут. Так, так, так. Давай вот это уберем. Вот это в принципе тоже. Роната поджигающая, но она мне здесь не нужна. Видите как? Тут очень много уходит сейчас именно на то, чтобы походили противники. Так. Но тут ничего мне нужного нет. О, хороший прыжковый ранец. Это значит, заберем тот ящик, там тоже ничего не будет. И в финальном уже, наконец-то, будет какой-то ништячок. Так. Ну что, бежим. Угу. Микронов молодец. Так, вот это, пожалуйста, мне поменять. Ммм. Ну, перезаряжусь. Так. Поджог. Ага. Поджог сюда. Ну, бессмысленная на самом деле штука. Оба. Вот этот парень, он плох. Потому что он телепортируется. Здесь, одни ему остаться с вот этой херней, это очень плохо. Так. Побежали отсюда. Где сам лорд некронов? Чего он не ходит? Это, пожалуйста, перезарядим. Пушки все. Хотя, на самом деле, если честно, то мне больше вот эти нравятся. Вот такая комбинация с двумя плазмопистолетами гораздо лучше. Плюс, если еще и мечи появятся, вообще будет шик. Так. Ну, тут уже, скорее всего, не уйдет никуда. Не, Маркс еще может уйти. Вот тому плазменные пистолеты постоянно попадаются, а этому вообще нет. Хотя, именно ему нужны плазменные пистолеты, чтобы перезарядиться. Или я их провтыкал? Не знаю. Так. Так. Ну, мне уже нравится то, что я вижу. Все-таки лечащий щит очень даже пригодился бы. Маркс, прощай. Маркс, прости. Маркс, пойми и отпусти. Да, сейчас его добьют. Нету ранца, но это долго ждать. Хорошего ранца прыжкового. Плазма перезаряжена. Плазма перезаряжена. Чудесно. Нет, ну вот здесь ничего не имеет смысла. В смысле, оно-то имеет смысл, но не тот смысл, который нам нужен. Не совсем правильный смысл. Так. Уходим. Уходим. Пошли. Роникронов. Роникронов. Ты сможешь. Ну все, они пошли отсюда уже. Так. Меняем вооружение. Плазму. Буду ее держать, как зеницу ока, потому что плазменный пистолет редко. Маркс. Капитал. Капитал. Как же так, Маркс. Мы за тебя отомстим. Кар Маркс. Ну, тут остается только менять вот эти ненужные штуки. О, вот и Тузикус. Куда они там идут? Зачем они идут? Да, они все двигаются вниз. Но для чего? Зачем? Почему? Что они там увидели? Так, вот это. Давай сбросим. Ну ладно. Ну, серьезно, я не понимаю, куда они ломятся. Там же ж никого нет. Ну, идут это и хорошо. Пускай себе идут. Угу, 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 угу. Ааа, стоп. Так тут же есть этот самый проход. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот оно в чем дело. Вот где Тузик порылся. Все понятно. Все понятно. Давай вот это пока меняем, забрасываем. Теперь я понял, что они все сюда прямо так аж захотели резко. Сейчас лорникронов должен ходить. Так, ну, он полечился и пошел. Ох, у него там лечение. Хорошо, что я его вообще не бил. Потому что это бессмысленно. Твою мать, ты можешь упрыгать? Ты можешь, мать, его упрыгать? Давай сюда. Минус усилие. Очень нужен прыжок сейчас. Сейчас просто критически важен прыжок для того, чтобы упрыгать. Не этот прыжок, другой, другой прыжок. Ладно, давай так. Вот этот прыжок. Вот так вот. Хух. Вовремя пришел прыжочек. Так. Давай пока сюда. Есть. Все, все ребята стоят. Все ребята стоят. Тузикуса призвать туда. Нет, на ту сторону нельзя пока призвать Тузикуса. Давай вот это. У вас он. Пробивает броню. Ну, оглушает 4 на 2. Ну, на самом деле, хорошая эта штука. Но, ладно. Давай менять. Вот эти бессмысленные штуки. Что-то полезное. И тут вот эти бессмысленные штуки, пожалуйста, на что-то. Типа прыжкового ранца было бы клево. Ну, они будут просто стоять и сбрасывать карты сейчас. Никакой активности не будет. Вот. Покажу, наверное, как это делается. То есть, смотрите. Вот сейчас куча противников. Получилось. И нужно вот этого. Вот. Лорда Некронов. Лорда Некронов спровоцировать, чтобы он подошел и прыгнул на вот те платформы наших, где стоит командир и где стоит слоу-покус. Вот. Вот на самом деле слоу-покус должен стоять здесь. Командир здесь. И сюда телепортируется вражина. И чтобы это делать, сейчас я жду, когда у меня будет хороший прыжковый ранец. И тогда можно Тузикуса вызвать. Вот сюда. Они все полетят за Тузикусом. И будут идти, идти, идти. Пока смогут. Пока не забьют Тузика где-то здесь. Не съедят его. Тузикуса. А потом я перепрыгиваю с этой стороны. Ретардусом сюда. Они все начинают идти за Ретардусом. Потом снова упрыгиваю Ретардусом вот сюда назад. И своим перепрыгиваю сюда. Таким образом нужно втабинить к нам босса. Все. Он стоит. Он там уже не пойдет никуда. Это понятно. Ему неинтересно. Снова маленький прыжковый ранец. Ну видите, они просто стоят и пропускают. Ничего не делают. А чтобы вызвать Тузикуса, это нужно перепрыгнуть. Как минимум. Да, это сложный момент. До сих пор нет прыжка. Ну а что тут? Тут в принципе все. Вот эти поменять разве что. Ну они все лечатся, видно. Вот это тоже меняем. Только золотой прыжковый ранец позволяет прыгнуть на такую дистанцию. Ну и куда он ушел? Че он ушел, не пойми куда. Мне просто не везет с ранцем, которым можно было бы прыгнуть. Ну вот просто не везет. Нападает всякая ерунда. Ранца до сих пор нет. Хотя их у меня два. Ну стоим. Тут больше ничего не имеет смысла брать такого. Сюда прыгаем. Ну давай. Да, тут тоже ничего нету, это понятно. Просто. Потому что можно. Блин, сколько бы на самом деле я мог бы уже раз полечиться, например. У меня бы выпал щит уже раза три. Или четыре. Надо заменить вот этот щит на другой. Ну. Эх. Я уже эту серию закончу вот так, как она есть. А следующий, конечно, буду вам показывать дальше. Ну о том, что же дальше получилось. Когда вражина таки пришел к нам. Или спровоцировали его прийти к нам. Это, бедняжки, я не знаю, что делать. Глист. Кибер-глист. Механикосов сейчас так. Вот это напоминает арена. И, конечно, механикосы крутые. Жалко, что они очень требовательны. А бы их уже прошел бы на канале. Ну и пройду когда-то на канале. Вместе с... Спейс Халк Тактикс. И, возможно, даже Каус Гейтам будет. Ну куда? Да, вот это нельзя прыгать. Вот она достает. Она достает. Сюда, значит. Встаю пока. Пошли. Не, он что-то аж сюда дошел. Вдруг решил... Подойти. Это все ерунда. Все, враги пошли. Так, а можно мне отойти? Давай. Давай вот так сюда. О, пошел. Парень. Правда, он долго будет идти. Все остальные быстрее придут. Но это и есть смысл. Если бы он тут оставался, то, конечно, было бы лучше. Ну, блин, решил... Отдалиться от нас. Вот так вот получил. Щей. Тузикус. Ты молодец. Ну, ты подбеги сюда. И залайшь сейчас. Чтобы конфорженным стал противник. Первые должны прибивать чат-ботики. У них дальше всего ход. Стал себе спокойно и стоит здесь в уголку, отдыхает. Так, 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 так. Ну, маленький прыжковый ранец, это хорошо. Нужен еще большой. Конфузишь. Есть. А потом будешь убегать. Че-то не видят. Тузика, глист. Он такой смотрит, чего? Типа как? Давай меняем вот это. Угу. Из следующих тактик, которые будут на канале, это будет... Сейчас закончу. Массиво салта рассвет лиги. Там отдельные миссии и карьеру, как в генералах. Собственная карьера с разными видами развития. Очень интересный режим. Вот. И, собственно, он будет... Этот режим. Поэтому... И потом кодекс войны. Еще одна тактика. Очень похожа на массиво салт по стилю. Это то, что будет ближайшее. Далее будет следующий массиво салт. Первая часть, которую я не проходил. И еще галактический... Галактика салт. Вся серия массиво салт и галактика салт. Это от разработчиков World of Tanks. Белорусской студии. Поэтому... Одна из лучших тактик в мире. Очень качественная. Ну и так как... За рубежом, конечно, все за равноправие и свободу. В скобочках. Плевать они на нее хотели. И врут. И лгут. И продвигают только свое. То... Ее не особо-то знают в мире. Массиво салта. Хотя очень хорошие тактики. Там замечательный. Во второй части замечательный сюжет. В первой, ну, он такой похуже. Кодекс войны. За те деньги, которые я взял. Там что-то за 50 рублей. Или что-то такое. Отменнейшая тактика. Шикарнейшая. Поэтому будет она проходиться. Ну, пока больше. Так, ничего особо. Затей. Нету. Так. Ну, а мне нужно ли что-то еще действия? Нет, мне не нужно еще действия. Тузик, убегай. Мне нужно только прыжкового рануся дождаться. Ран, 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 ранса. Ран, ранса-засранца. Ну, если подойти близко, можно выстрелить из ласки. Но нужно ли мне это делать? Я думаю, нет. Босс ходит. Понятно, блин. У меня уже тысяча же здоровья, да? Тысяча двести, блин. Как бы мне помог летчище щит. И куда он пошел? Этот дебил и так медленно двигается. Он еще куда-то пошел, не пойми куда. Все, тузику стоишь и ждешь здесь. Ребят. Мне нечего делать пока здесь. Ну, очень хорошо. А нужно ли мне все это? Я считаю, деть не нужно. Стал вот так на островке. Думаю, этого хватит. Не, я все-таки думаю, что нужно назначить заново. Потому что там осталось буквально тысяча здоровья у командира. Да у остальных ребят вообще вот это что за здоровье? Это же. Это уже пенсионер фактически. Космодесантник-пенсионер. Вы представляете? Если бы космодесантники старели и могли бы уволиться из ордена, какие бы пенсии пришлось бы платить империуму. О, есть. Так. Ну что, стоишь? Тузик здесь ждет всех. Или все-таки нет? Рассчитывать на жизни. У меня есть пару жизней, поэтому это может сработать. Но если я эти жизни потрачу, вот тогда будет плохо. Все, до свидания, ребята. На самом-то деле, босс идет очень хорошо. И достаточно быстро, я скажу. Всего лишь одну серию он к нам приближается. Ну и то даже не полную серию, потому что не всю серию мы ждали, как он идет. а только часть. Так, так-так-так. Нет-нет-нет, отменно. Пожалуйста, перезарядиться. Сейчас нужно будет ждать теперь тузика и снова прыжковый ранец. Ну, лечится, сволочь. Вот это вот. Убираю пока. Колоду можно было бы собрать и лучше под эту миссию. Однозначно. Ну, это вы посмотрите Малиусу. Малиус отличные советы. Он дает. Хотя просмотров мало. Бывает такое, что человек отличные советы дает. А, просмотров мало. Так. Вот так вот. И вот так вот. Я отличных советов не даю. Вот. Поэтому у меня просмотров много. Как бы много, да? В кавычках. Так, что у нас? Ну, тут. Дальше ждем. Видите, ребята подходят. Они все за тузиком. Движутся. Ну. Вот и босс. Только что-то он... Он постоянно лечится. 20 тысяч здоровья. Ёлки-палки. Как его убивать? Это что-то невероятное будет. Ладно, товарищи космодесантники. Нур-революцио-нурвенко. До следующего эпизода. Мы победим. Обязательно победим. Но в следующем эпизоде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...